Блин, да что ж такое-то? Я не могу, меня сейчас бомбит начнет! У, вина кошачьего! Бухает! Эй, он просто там пьет и пьет и пьет! Я в шоке просто! Я им тут бар устроила? Привет, я Энни Мэджик! Блин, я машу бутылкой с пивом! Привет, ребята! Недавно я снимала видео с Кисой Алисой, которая у нас там моется в креслице. Мы пробовали кошачье вино. Оказалось, оно не только кошачье, но и для собак тоже. В общем, вино для животных, потому что у меня такая рубрика есть «Безумные товары». Я показывала там как-то раз вино и пиво, но у меня не было возможности в России их здесь купить, и вот я поехала на выставку Крафтс в Англии. Кстати, оттуда вышло два ролика. Обязательно потом сходите их посмотрите, потому что они очень-очень крутые, эпичные, там очень много всего. И там мне удалось купить настоящие вот эти вот напитки для животных, пиво и вино. Они, конечно же, безалкогольные. Мы против употребления алкоголя. Но сам прикол, что вообще существуют такие вещи для животных, которые я, конечно же, считаю, как хозяин ответственный, бесполезными абсолютно, но мне кажется, это просто интересно. Попробовать такое, показать вам. Кстати, оно вот именно собачье, не кошачье, а только для собак. Сейчас мы прочитаем, что вообще тут написано, потому что тут очень интересные надписи. Я уже так мельком грянула. Юми, зачем ты бутылку держишь? И будем пробовать. Бутылочка выглядит вот так вот. Реально похоже на бутылку с пивом. Реально как пиво выглядит. У нее вот такая вот крышечка. Здесь написано, что стоит она 3 фунта. Это примерно 300 рублей. И британский флаг на крышке. София, что ты делаешь? София, куда ты полезла? Смотри, что за звук? Стой, стой, стой. София нашла кискину, лискину мышку, которую мы долго не могли найти. Кстати, ребятки, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы никогда не пропускать наши ролики, чтобы, как София, всегда находить наши видео. Нажимайте колокольчик. И, конечно же, пишите свои комментарии, потому что я их читаю. Мне всегда очень интересно, что вы пишете, ваши предложения, идеи, мысли. Смотрите. Смотри, ты что делаешь? Это же кискина, лискина мышка. Бо, блин. Ну все. Мы оторвали мышки носи. Да, и зимует, и урчит. Это просто так прикольно, когда она такая спит в обнимку с мышкой. Ставьте лайк, ребята. Здесь написано bottom sniffer. Это bottom вообще, я посмотрела, переводится примерно, как на сленге, я думаю, как попа. Заднее место собачек. Sniffer, sniff, to sniff, это как нюхать. Что это значит? Попа нюхатель. Я не знаю. Короче, вот здесь написано по-человечески. Пиво для собак. Подарите своей собаке настоящий tail swagger, swagger, примерно как шевелитель хвоста, оживитель хвоста. Ну то есть, когда собака радуется, она мажет хвостом. Хотела на ком-нибудь показать, но все спят. Безалкогольный и негазированный напиток. Ну потому что газированные напитки животным нельзя, логично. Этот освежающий напиток поможет вашей собаке стать вожаком стаи, лидером в группе. И тут очень сложно как-то, но я примерно перевела, заставит остальных песиков вокруг нюхать их попки, нюхать попки с завистью. Господи. Я не знаю, почему тут столько много про попки и про нюхать попки. О нем успокойся. Сзади на этикеточке тоже рассказ примерно о том, что собаки различают более 100 тысяч запахов, которые мы, люди, просто не различаем. Они знакомятся друг с другом, нюхая попки друг друга и могут, понюхав попку другой собаки, сказать о ее настроении, о том, что она кушала сегодня. Люди так точно не могут. Состав. Это для нас самое интересное. Я некоторые слова не знала и перевела в переводчике. Давайте сейчас посмотрим. Пивное сусло. Сусло пивное. Сивит экстракт, то есть экстракт водорослей. В принципе, это нормально для собак. Куриный натуральный ароматизатор. Я не знаю, как можно сделать натуральный ароматизатор курицы. Лопух, одуванчик, лен, крапива, ройбуш. Есть такое растение. Знаете вы такое растение? И консервант, сорват калия, такой же, как в вине. В принципе, не очень аллергичная штука, так что по чуть-чуть всем можно. Хотя здесь на бутылке написано, что можно целую бутылку собаки раз в день давать. Я, конечно, в этом не уверена, потому что я против всяких таких штук. Пошлите, пошлите пиво пробовать. Серьезно, пиво, пиво, пиво. Ох, Аня, Аня, все мэджики будут мне писать, когда же ты сделаешь обзор кухни? Потому что ты его обещаешь уже несколько месяцев. Мы, кстати, закупились еще кое-чем сюда. Скоро будет, обещаю, четыре стаканчика. Открываем прям вот как... Да. Вот так раз. Я сегодня работаю барменом для своих пёсиков. Ой, какой у него странный цвет. Я попробую сама сначала. Пахнет... Пахнет каким-то тестом мокрым. Знаете, как пахнет мокрое тесто? Блин, да что ж такое-то? Пахнет... Состав разный. Я не могу, меня сейчас бомбит начнет. У вина кошачьего, которое мы кисе Алисе давали пробовать и собакам. И вот у этого вот пива собачьего разный абсолютно состав. Почему у них одинаковый вкус? Просто кислая вода! Я приготовила вам сюрприз. Иди сюда, смотри, какая вкуснятина. А может и не вкуснятина, а может фигня вообще. Хотела сказать фигня собачья, но подумала в данном контексте, будет странно звучать. Давайте. Миш, смотри. Миш, не стесняйся. Всегда, Миш. На. Все проверяют, что у кого вдруг у кого-то вкуснее. Уми, давай. Так, Софи захватила просто себе два стакана. Софи полизала из всех чашек, она проверяет просто все. Эйван, в принципе, вроде как пьет. Ой, Мишаня, Мишаня там пьет. Димич, да? Что? То ли им не очень нравится, ну, хотя Софи там ого-го уже пьет. Эйван пьет из двух стаканов. Так, Эйван как настоящий мужик. Пьет из двух стаканов сразу. Юми, чуна, попробуй. Юми явно не очень хочется. Да? Юми, вот я ей даже подношу, она так, не очень реагирует. Мишань, на. Миш, ты будешь пить или нет? Мишке больше понравилось вино, потому что в прошлый раз, когда мы пробовали вино, вино она прям пила. Эйван пьет из третьего стакана. Смотри, что ты хочешь? Ты хочешь у меня узнать, что это, да? Я не знаю. Я не знаю, Софи. Не вяжи меня. Ну и че? Нет. Они даже в меньше половины выпили. Эйван, кстати, продолжает пить из всех стаканов. Эйван просто ходит от стакана к стакану и пьет. Посмотрите, он реально ходит от стакана к стакану и пьет. Я ожидала, если честно, что им будет прям вообще, у них будет много эмоций. Один Эйван только бухает. Эйван просто там пьет и пьет и пьет. Я в шоке просто. Потому что я думала, что кто-кто, а вот Эйван не будет этого делать. Но самым главным пиводегустатором оказался Эйван. Он реально пьет. По-моему, всем пофиг. Стоп! Где? Эйван, ты почувствовал себя главным в стае? Почему не задвигались хвостики ни у кого? Почему никто не нюхает чужую попу и не завидует? 300 рублей. В переводе на рубли я потратила, чтобы доказать этому миру, что это абсолютно бесполезная трата денег, что это полная фигня. Это не работает. Это всего лишь маркетинговый ход, в котором вода с какой-то травой абсолютно невкусная ни людям, ни животным. Просто я им тут бар устроила, и никто не радуется. Никто, ни у кого праздника. Я не чувствую праздник. Реально безумный товар, бессмысленный абсолютно. Никому он не нужен. Зачем? Что с этим миром не так? Вот они зря потраченные деньги. Непонятные напитки. И я, если честно, я просто расстраиваюсь, потому что я думала, что все будет очень эпично. Что ты хочешь? Ты пиво еще просишь, Эмя? Ты просишь пиво еще? Ты пиво еще можешь? Переходите по ссылкам на новые ролики на других наших каналах. И увидимся скоро в новых, в новых, в новых, в новых видео.